Артём Михайлович, вот это, вот это, графен, вот это графен, его толщина, его толщина один атом. Я знаю всё, я знаю, что вы говорите, Виктор Иванович. Его толщина один атом. Сумасшедший сейчас на весь мир говорит, что этим графеном можно порезать клетку. Но доказательством служит, но доказательством служит истёртый алмаз. Что можно говорить этим людям? Смотрите, толщина в один атом, у него есть напряжение на изгиб. Можно ли приезжать так к клетке, чтобы он её порезал? Это безумно. Давайте делаем так, на нашей части на рекламу. Вы хотите мне что-то показать? Я хочу показать наработку графенов. У нас будет минуты три реклама. Вот начнём сейчас, закончим потом. Нет, я могу только в присутствии. Давайте так, мне нужно, есть у вас сейчас секунда? Секунда, давайте, зовите его помощника. Смотрите, вот это, вот это, вот это специальное вещество. Нежелательно только здесь им дышать. Вот я смазываю. Нам нужно, чтобы, это безвредно. Смотрите, я своими руками, я нюхаю. Вы меня тут не отравите? Нет, нет, нет. Так, ладно. Пожалуйста. И что делать? Значит, они высыхают. Так. Дальше я высыплю на него графит, и мы получим графены. Вот такую гору. Так, давайте рекламная пауза, и сразу посмотрим, как это будет. Я, честно, пионерская. Мы ничего не будем трогать на столе, пожалуйста. Так, возвращаемся. Если можно, несколько сообщений. Пока я буду разговаривать. Лилия Орлова, Москва, пишет. Мои знания физики и химии остаются на уровне школьной программы, но я смеюсь. Такие вещи вообще можно втирать только школьникам учебной программы. Спрашивает она, какие, собственно, деньги вы проводите свои исследования? И природа происхождения, спонсорских денег. Почему вы все время говорите? Я сделала, я изобрела. Наверняка с вами работает много людей или помощники. Почему вы о них не говорите? Потом еще здесь было где-то... Забыла, забыла, забыла. Слушайте, найду. Найду. Много сообщений хороших. Так, продолжайте. Значит, мы унесли эти штуки. Итак, дорогие друзья, все уже знают, что крошечная песчинка, частица графита, состоит из вот таких отдельных слоев. Каждый, который является страничкой, страничкой отдельной этого слоя. Покрупнее возьмите, Саша, пожалуйста. Каждый, который является страничкой этого слоя. Теперь смотрите. Вот это у меня в коробке графит. У меня теперь эти штуки совершенно сухие. Видите, да? Все, вы можете потрогать. Она сухая. Я беру этот графит, она тепленькая. Я беру этот графит и насыпаю вот на эту сухую пластинку. О, Господи, вы мне. Так вот, дорогие друзья, зрители, это графены. Между тем, как я получаю графены вот таким способом. Вы видите, он взорвался один и дальше инициирует целый, целый окатышек этот. Инициирует, он превращается. Вот она. А если это потрость? Сейчас, секундочку, я все вам предложу. Вот она, господин, здесь еще кто-то сработает. Вот она у меня на кончике лежит. Вот это, господин Полищук, наука, большая наука. Здесь бездна науки. Знаете почему? Посмотрите, у меня около 100 патентов. У меня 20 гектар, на которых расположены мои уникальные лаборатории. Многие из них глубоко под землей. Я думал, вы приедете, увидите все это. Приезжаете? Я отдаю это плюс 10 миллионов тому. О, как? Плюс 10 миллионов долларов тому, кто повторит этот эксперимент и наработает таким же образом. Графены, слышите, что я говорю? Я готов заключить юридические контракты. Я готов их подписать. С любым в мире, с любым. Захаров там где-то трется в американских университетах. Он в Новосибирске, что вы все... Да он все время в университете в Америке. Так, неважно, давайте повторить. Значит, вы, да, и 10 миллионов... Я про Захарова. 10 миллионов долларов тому, кто повторит вот это. Холодный способ. Именно это я запатентовал. В 1997 году впервые в мире этот термин употребил... Ладно, я скину. Здесь вот, смотрите, один окатышек, и он дымит, он хочет сработать, но никак ему. Потрогать-то можно? Да, сейчас будет... Почему? Это чудо. Мы сейчас это будем есть с вами. Запивать водой. Я моляю. Вы почувствуете себя сразу на такой. Мне запатентную работу, как же я буду... Так, подождите. Давайте попросим, Мария Слава Феофановича, прокомментировали то, что он видит. Слава Феофановича, что вы видите? Что вы видите, пожалуйста. Ну, если господин Тарасов готов финансировать проекты Петрика, то флаг ему в руки. А что касается званий, ну, то столько великих ученых не получили академического звания, столько академиков делали ошибки серьезные в науке. Так что, по большому счету, это в некотором смысле ярмарка тщеславия. Научная истина, она равнодушна к авторитетам. И я за позиции интеллектуальной честности, безразличных субъектов. Людей не хотел бы здесь обсуждать. Хотел бы обсуждать только научную сторону. Но считаю, что телестудия – это не место установления научной истины. Ну, вы же не хотите приехать, чтобы установить ее. Ника, насчет инвестирования. Я специалист по теории ранней вселенной. Мы 18 июля запускаем радиострон. Я хотел найти людей, которые бы этим заинтересовались. Но что я могу сделать? Тут сталкивается мир истины, в котором бытует науки, с миром мнений, где возникают вот такие драматические проблемы, которые становятся предметом вот таких увлекательных телепередач. — Зачем у вас это слово «истина» так навязалось? — Ну, красиво. — Ника, можно два слова. Я очень долго молчал. — Вот перед вами истина. — Давайте, Артем Михайлович, послушайте, пожалуйста. — Я очень долго молчал, Виктор Иванович. — Потому что Параминьи-то открыл мир истины еще 2500 лет назад. — Ну, все, понятно уже. — И наука держится именно на этом, резко противопоставляя ему миру мнений. Но когда присуждают звания, патенты и прочее, там мир истины и мир мнений сталкиваются, потому что там голосовывают. — Она истина, перед вами. — Господин Полежин, пожалуйста, остановите это. — Сейчас, секундочку, господин Полищук. Вот это сейчас в студии заберут в пакет и отправят Захарову, чтобы он отправил это в любой американский университет. И если у этого человека есть хотя бы тысячная доля чести, тысячная, то он нам потом покажет результаты. А мы сейчас все американские фотографии моего материала увидим, сделанные, начиная с 1900, внимание, 98-го года. — А мы поймем в них что-нибудь? — А мы увидим графены впервые в мире, люди увидят, как они выглядят. Покажите быстренько картинки. Прошу вас, поменяйте их однажды. — А может, Артем Михайлович будет говорить при этом? — Да, говорите. — Говорите, пожалуйста. — Дайте мне одно слово. Вместе со своим партнером, с доктором наук Потемкиным и с несколькими фирмами, в том числе немецкими, американскими, мы предлагали Виктору Ивановичу плюнуть на эту борьбу, дать денег, начать производство его фильтров и поставлять эти фильтры хотя бы в Гаити, где люди умирают после землетрясения холера, потому что воду пьют из лужи. И Виктор Иванович не пошел на это с нами, не взял у нас он денег и сказал, что не может быть такого, чтобы страна это не услышала в конце концов, чтобы это уехало в Америку, а потом бы ее оттуда покупали бы эти фильтры. — Я только потому здесь, потому что нельзя меня ни купить, ни подкупить, ни уговорить, и ничего со мной сделать не можете. Я за истину здесь выступаю. Я хочу, чтобы нашей стране принадлежало это, чтобы Россия экспортировала эти фильтры по всему миру, чтобы наши дети были здоровые. Почему я здесь живу? Зачем я дважды возвращался из эмиграции? И, конечно, мы будем это делать. И я честь и хвала Виктору Ивановичу, что он отказался. И как только, Виктор Иванович, вы захотите стать миллиардером, миллионером, не позорьтесь, не разговаривайте с этими людьми. Пусть они все уходят на пенсию. Если у вас маленькая пенсия, господа, и лженауки, я вам доплачивать буду, чтобы вы только не лезли и не мешали науке развиваться в России. — Спасибо, это хорошо. — Так, а... — Можно я теперь зачитаю к этому сказанное? — Ну, зачитайте просто, я хотела еще сюжет о нем указать. — Научно-исследовательская работа, выполняемая по согласованию с Министерством обороны сегодня. Это самый серьезный институт Министерства обороны, военно-медицинский институт МБЗ. Заключение. Это была моя мечта. Много лет я работал с этим. Как создать нечто, чтобы можно было в полевых условиях обеззаразить воду полностью. — И что, вы предлагаете, там воду кидать? — Сегодня на вот этот графен, вот он графен, на вот эти периферические атомы я зацепил на уровне ковалентных или вандер-вальцев вещество. 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 Оно не может быть оторвано. Оно здесь. Оно единое целое. И оно убивает. Что убивает? Они сделали следующее. Они создали 10 в шестой степени на сантиметры кубических бактерий и написали, что это характерно для бытовых и промышленных сточных вод, свойственных, например, для животноводческих комплексов. И на выходе, читайте, 100%. То есть животноводческих комплексов... — 100% очистка воды по указанным микробиологическим показателям. — Слышите? Сегодня любая женщина может взять животноводческие стоки и напоить грудного ребенка абсолютно чистой водой. Это я заявляю. — Положив туда это? — Нет, пропустив через это. — Пропустив. — Теперь внимание. Следующее. — Нам реклама нужна. — Следующее. Отвечаю. Следующее. Исследовалась вакцина. Господи, что я несу. Вакцинный штамм сибирской язвы и чумы. Плотность заражения соответствовала плотности заражения в эпицентре... — Обеспечивали 100% очистку воды от всех вышеуказанных микроорганизмов. — В эпицентре биологической атаки по чуме и по язве. Вот она, наша наука. Вот они, наши достижения. А теперь показываю, что это такое. — Мы на рекламу должны идти, так что давайте, показывайте. Показывайте? — Боже мой! И что будет? — Я очистил свой желудок сейчас. И многие возят у себя в багажнике тех, кто на рыбалку ездит. Потому что после вот этого бодуна они выпивают три ложки и чувствуют себя великолепно. Я сам провел эти исследования на себе. — Рекламная пауза. — Так, возвращаемся в эфир. Поскольку сегодня много говорили о фильтрах, Артем Михайлович говорил, мы давайте почистим воду. К тому же, Виктор Иванович, либо я не понимаю, скажет, что вы даже ее пить собираетесь. Не боитесь. Но проблема в том, что мы решили вам необычную воду дать из-под крана, а поискать где-нибудь. Давайте посмотрим сюжет, чтобы было понятно. Если раньше воду из рек Петербурга можно было пить и использовать для бытового назначения, то сейчас экологи уверяют, делать этого нельзя. Из-за промышленных отходов и стоков бытовой канализации реки Петербурга буквально насыщены химическими веществами и различными бактериями. Давайте проведем небольшой эксперимент. Сейчас я попробую наполнить эту емкость. И мы посмотрим, что это за вода. На первый взгляд, вода не такая грязная. Сейчас мы отнесем ее в студию нашей программы. Посмотрим, что там скажут. Вот уже Алексей Спиричев, наш корреспондент, уже здесь. Это из Фонтанки, да, Алексей, вода? Да. Ну что, Виктор Иванович, из Фонтанки не пьете воду, нет? Скажите, пожалуйста. Да. Просто скажите. Вот вы самый красивый человек на российском телевидении. Ваши умные глаза. Сейчас я западал. Так. Ну кто вас эту кослость все время предлагает устраивать? Послушайте, мне сказали, что вы пьете любую воду. У вас есть Фонтанки. Ну почему бы ее не взять, не отдать на анализы? А вдруг я, как этот царь Евпатий, каждый день приучаю себя и пью всякие гадости, чтобы потом на телевидении продемонстрировать. Так, подождите, вы боитесь отравиться или что? Ну я выпью. Я выпью. Так, к вам вопрос, пожалуйста. Пожалуйста. Ника, Ника. Я хочу вам показать вот эту чашечку в эфире. Ну, сейчас, Лислав Федорович, давайте. Я налил воды из канализации сейчас. Пью сам. И сегодня пьет вся московская редакция. Нет, подождите. Вы сразу из канализации или после фильтра вы все-таки пьете? Нет, из канализации. Потом фильтр Петрика, который я купил для вас на черном рынке. И специально прошу его передать в Петербург вам в подарок. Самое интересное еще скажу для наших телезрителей. Виктор Иванович, вы, наверное, не знаете. Я тут водку пропустил через ваш фильтр. И что получилось? Это такой вкусный напиток. Потрясающе. Из нее ушла вся сивуха. Вся дрянь. Я с таким удовольствием теперь ее потребляю. И мужики, которые приходят в гости, они говорят, где это производится? Так, Артем Михайлович, пошла голая реклама. И вы как бизнесмен, понимаете. Но Лислав Феофанович хотел что сказать. А рекламы нет. Знаете, Ника, почему? Потому что купить нигде нельзя. Артем Михайлович, а вы не хотите разрезать фильтр? Вот был такой журналист Варсобин против нас, Комсомольская правда. Он пропустил Кока-Колу, а Кока-Кола стала бесцветной. Меня обвинили, что больше стакана не очищает. А я объявил, если есть фильтр в мире, который очистит одну столовую ложку, то я тоже не знаю, что отдам за это. Потому что, видите, как обвинили? Но он разрезал в присутствии всех наш фильтр. Знаете, зачем? Зачем? Потому что господин Кругляков объявил, что в этом картридже положена вата, смоченная водой, и песок, смоченный водой. Вы вот свою грязную воду наливаете или Кока-Колу? Он выжимает оттуда, и чистенькая вода выбегает. И это фокус Петрика, которым он всех дурит. Это сказал академик. Так, давайте послушаем... Это по телевизору было сказано. Давайте послушаем Лисислава Феофановича. Пожалуйста, Лисислава Феофановича. Я сам это видел. По телевизору это было сказано, что это ложь. Ника, это очень важно, кстати. И я вот могу заявить сейчас во все услышание. В десятки раз более эффективные фильтры, чем что-либо в мире известное. Это мы...